Всем привет! Меня зовут Никита Сверинов. В этой лекции мы будем моделировать физику относительно материальных точек. Давайте приступим. Для начала мы посмотрим на файл Vector.js, который мы прописали для нашего двумерного пространства. Давайте мы будем все писать в одном файле под названием physics.js. Поэтому я возьму это все, скопирую и вставлю в файл physics.js. Это мы можем вот так сделать для удобства. У нас уже есть объект, мы его создали в предыдущих лекциях для двумерного пространства. Теперь мы создадим объект var point, опять же материальная точка. Принимать она будет в себя два компонента. Это mesh и масса. This mesh равняется mesh И this mass равняется mass Что мы хотим в этой лекции? Мы хотим в этой лекции смоделировать материальную точку без силы гравитации и сопротивления воздуха и трения. Но у нас уже будут силы ускорения, скорости, некая сила, которая будет воздействовать на наш объект. Тем самым мы увидим реальную физику. Посмотрим. Теперь укажем center mass center mass Location равняется new free vector 3 Мы не знаем в каком он месте будет, но по умолчанию значение нет 0, 0, 0 Теперь укажем линейную скорость Будем писать все красиво, аккуратненько Вектор 3 Также указываем переменные 0, 0, 0 Компоненты вектора Теперь указываем скорость линейной Ускорение линейное Acceleration new free vector 3 0, 0, 0 Теперь укажем ту силу, которая действует на объект Укажем ее и променуем some forces Равняется new free также vector 3 в трехмерном пространстве компоненты 0, 0, 0 Теперь проинициализируем функцию под названием getLocation Я, допустим, не хочу писать такое длинное название centerMassLocation и еще потом от него высчитывать location его Мы просто пропишем функцию getLocation которая будет координаты нашего центра массу возвращать return this centerMassLocation Она нам понадобится для дальнейших манипуляций теперь пропишем функцию init а лучше назовем ее add функция принимает в себе сцену и, соответственно, добавляет на сцену объект thisMesh вот так вот да Теперь самая важная функция которая будет отвечать за физику функция update function мы будем рассчитывать физику с течением времени поэтому функция принимает в себя время time первое, что мы найдем это ускорение thisLinearAcceleration мы суммируем наш вектор с вектором некой силы чтобы высчитать результирующую направленность вектора суммы thisLinearAcceleration thisSanForce но мы должны как раз вот этот вектор силы подействовать на него массу потому что если у нас, допустим что-то весит 500 кг и какая-то сила его пнет то вряд ли он сдвинется а если объект весит полграмма то тогда, конечно же он улетит поэтому мы должны это учесть для этого мы поделим наш sumForce на scalar divide scalar thisMath вот так все легко и просто теперь так как мы рассчитываем наше ускорение с течением времени мы должны умножить наш вектор ускорения на scalar acceleration точка multiply scalar time теперь мы делаем аналогичное действие для скорости линейная скорость равняется точнее это сумма this linear velocity и нашего ускорения потому что мы должны учитывать ускорение в какую сторону направлено исходя из этого мы должны высчитывать результирующий вектор нашей скорости теперь мы должны прописать linear velocity точка multiply от времени вот так теперь пропишем компоненты вектора center mass location center mass location сначала найдем результирующий вектор куда он будет направлен center mass location для этого мы сложим this center mass location с вектором velocity this linear velocity вот так теперь возьмемся за компоненты нашего mesh объекта mesh точка position set и пропишем this center mass location где центр масс там и объект соответственно потому что он находится в центре объекта this center mass location точка x this center mass location точка z и возвращаем return true это в дальнейшем будет служить для отладки нашего приложения вот такая вот физика для перемещения объекта мы только что ее прописали теперь предлагаю создать файлик допустим сэм его физикс html так назвали и я его сейчас открою здесь теперь мы прописываем обычную физику для точнее обычную физику инститизируем веб-жель html hat title допустим physics прикручиваем библиотеки скрипт crc free.min.js и нашу новоиспеченную библиотеку physics js закрываем head открываем body и закрываем html итак теперь инициализируем где-то нам понадобятся перемены scene camera и rendering вот так да но это все еще в скрипте забыл скрипт написать вот присваиваем сцене камера равняется new free perspective камера со значением 35 window inner width деленное на window inner height пропорция соблюдена отношения относительно экрана дальняя точка видимости 2000 по умолчанию сдвинем камеру в position z 1000 теперь пропишем переменные для отображения renderer равняется new free webgl rendering со включенным антиалиазингом антиалиаз потом устанавливаем область отображения set size window inner width window inner height вот так букву забыл добавляем к body дом элемент document body open child rendering дом элемент вот так прописываем функцию animate function animate animate request animation frame animate и render равняется render от сын и камера отлично запускаем наш файлик в браузере смотрим что он проинициализировал да webgl успешно проинициализирован теперь теперь давайте проинициализируем объект для начала мы создадим некую сферу geometry равняется new free sphere так sphere geometry радиусу сферы будет 20 10 20 20 20 вот так par material new free mesh normal material а так назовем переменную sphere равняется new free mesh geometry и материал и теперь инициализируем наш объект так а лучше здесь не sphere напишем а mesh проще будет хотя оставим да мы потом напишем var вот здесь mesh равняется new point mass да просто point point значит sphere mesh объект и масса 10 как мы видим у нас по умолчанию вот здесь все по нулям для начала мы функцию add пропишем mesh add sin посмотрим вот наша сфера и на нее воздействует сейчас только нулевая сила потому что мы еще ничего не прописали нет гравитации нет длиния нет сопротивления воздуха и так далее света тоже не указана вот и все векторы силы по нуля теперь для того чтобы вот это все работало мы должны написать update функцию для этого пишем вот здесь так mesh точка update 0,9 чем меньше значение тем путь который будет преодолевать наш тело или наш объект будет короче или же просто мы так сильно не увидим чем меньше тем слабее мы увидим изменение перемещения вот так 0,9 самый оптимальный вариант или же этаж 8 можно поставить 0,8 но никак не 10 не 20 потому что это уже через черт будет потому что мы видим так как влияет потому что умножаем наш вектор на эту скалярную величину тем самым у нас просто исчезнет с поля зрения наш объект да вот здесь вот time time стоит поэтому лучше умножать на 0,9 число посмотрим так же остается теперь мы проинициализируем вот эти все силы еще раз копируем кроме center mass location нам это не понадобится так вот где-нибудь вот тут mesh mesh и mesh видим ничего не поменялось теперь сам forces это сила которая тыкает объект или же которая воздействует на объект то есть мы его стукнули и резко убрали только в данном случае мы не убираем а оставляем прежде для этого мы хотим применить вектор силы по оси x вправо смотрим вот мы его стукнули вот он сдвинулся если я увеличу вектор силы на 20 соответственно у меня объект будет двигаться дальше смотрите изменю вектор направлю его слегка вверх на 5 вот так теперь помимо нашей приложенной силы мы можем вообще в 0 все поставить можем написать просто линейная линейную скорость линейная скорость также так же воздействует как и сила только под другим физическим воздействием да мы вот можем наблюдать в эту функцию апдейт также можем показать ускорение допустим 4 вот мы видим как движется объект можем направить вообще объект на нас или только лишь на нас мы видим да как будто он улетит по параболе вот еще сдвинем допустим на 10 вот тем самым мы задали физику поведения для линейной скорости для ускорения относительно массы еще тела допустим 100 видим разницу пока мы ее не совсем наблюдаем но потом в глубинке когда будем полностью же обсуждать этот компонент мы познакомимся с этим явлением в следующей лекции мы рассмотрим физику для html5 canvas 2d мы напишем все то же самое только для 2d используя нашу библиотеку которую мы прописали вектор 2d вот с вами был Никита Свелинов подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока